Пенсионный пенсионный возраст Нужно, чтобы было чем платить И тут есть один очень опасный подводный камень Серая зарплата Зарплата в конверте То есть доходы, с которых не отчисляются налоговые или пенсионные отчисления Что это? Банальное воровство или поблажка сотрудникам? Но от этого зависит право сотрудников на лечение, на отдых и на трудовые пенсии И что делать, если вместо легальной зарплаты работодатель раздает конверты? Сегодня ответы на эти вопросы дают специалисты И я представляю наших гостей Сегодня в студии Егор Николаевич Крюнькин Заместитель управляющего отделением пенсионного фонда по Самарской области Добрый день Представитель государственной инспекции труда Самарской области Светлана Тимофеевна Романова Она исполняет обязанности заместителя руководителя ведомства Добрый день И прокурор советского района Дмитрий Владимирович Попов Здравствуйте Но в начале мне хотелось бы отметить, что неофициальная зарплата Это грубое нарушение налогового и трудового законодательства Как быть сотрудником в этом случае? В Самаре работают несколько телефонов горячей линии Можно обратиться в администрацию города Отделение пенсионного фонда, налоговую службу и трудовую инспекцию Также по факту нарушения трудовых прав обратиться можно в прокуратуру Самары Телефоны в течение программы будут появляться на экране И первый вопрос, Егор Николаевич, это вам Каких социальных гарантий лишает себя человек, соглашаясь на зарплату в конверте? Значит, в момент трудоустройства с работником заключается трудовой договор И с этого момента работник у нас регистрируется в двух системах страхования социального И получает право на пенсию Я подробнее потом немножко расскажу по этому поводу, почему эти вещи связаны Также он право получает на получение больничных листов Отпуска, пособие по временной трудоспособности По уходу за ребенком во время беременности и родов А также то, что сейчас как бы не совсем высвечивается Но тем не менее, очень, на мой взгляд, важная вещь Это то, что человек лишается возможности подтвердить легальный свой заработок Соответственно, не может получить ни кредиты, ни займы, ни налоговые вычеты При получении каких-то санторно-курортного лечения Либо обучение своих детей Такие вычеты предусмотрены налоговым кодексом Поэтому, если человек нелегально работает, нетрудоустроен Вот этих вот социальных гарантий он лишается Также он лишается и гарантий по поводу защиты своих прав Ну, частично, потому что ему придется все-таки доказывать То, что он легально в трудовых отношениях состоит с этим работодателем Ну, вот основные такие моменты, которые лишаются человек При заключении, так скажем, соглашения с работодателем И получении серой, либо черной заработной платы Егор Николаевич, что касается пенсии Вообще, поясните, как формируется пенсионное дело на каждого конкретного человека И какие параметры влияют на размер И как неофициальный статус зарплаты может повредить в данном случае Да, все на самом деле достаточно просто С 1 января 2015 года у нас внесены изменения в пенсионное законодательство И государство напрямую связало легальное трудоустройство своих работников с получением пенсии То есть у нас пенсия на сегодняшний момент зависит от нескольких факторов Это легальный и нелегальный трудоустроен Получение размера заработной платы легальной Также стажем И получение так называемых баллов Которые накапливаются в период работы сотрудника Соответственно, если человек легально нетрудоустроен Он, во-первых, будет получать не трудовую пенсию, а социальную На настоящий момент она у нас с вами 4 700 И возможно, что он уйдет на пенсию чуть-чуть позже своего обычного срока Для женщин у нас на следующий момент это 55 лет до мужчины 60 Соответственно, он может уйти на 5 лет позже То есть женщина в 60, мужчина в 65 И это никаким образом не связано с увеличением пенсионного возраста Просто у человека не будет определенных условий для того, чтобы мы эту пенсию начислили Многие думают, что это еще не скоро, через 30 лет А как? Время-то быстро проходит? На самом деле время проходит очень быстро И ты не успеваешь потом это все переделать для себя Если ты 10-15 лет таким образом уходил от своих обязательств В настоящий момент для того, чтобы нормально уйти на пенсию в определенном время Как можно быстрее, так скажем И получать пенсию трудовую Нужно получать заработную плату легальную Где-то не ниже двух размеров минимального размера оплаты труда Если упростить ситуацию, то где-то в районе 15 тысяч рублей Человек должен получать легально И с этой зарплаты должны отчисляться Отчисления во внебюджетные фонды И налоги на доходы физических листов Так называемые НДФЛ Тогда человек защищен И он уверен в том, что у него будет достойная пенсия Поэтому эти вещи напрямую связаны друг с другом Светлана Тимофеевна, вам вопрос Какая-то статистика есть на сегодняшний день? Сколько вообще работодателей Прибегают к такому нелегальному способу оплаты труда? И вообще не секрет, что наряду с уклонением от выплаты зарплаты Многие работодатели просто не оформляют трудовые отношения со своими сотрудниками Вот такая вот статистика Вы знаете, официальной статистики нет и ее быть не может Потому что понятие зарплата в конверте в трудовом законодательстве отсутствует Госинспекция труда занимается официальной заработной платой Та, которая установлена трудовым договором То есть официально прописано, официально все это закреплено документально И вот если такая заработная плата, если ее назвать легальной, не выплачивается Тогда подключается государственная инспекция И соответствующие меры реагирования со стороны инспекции имеют место быть Нелегальная заработная плата О ней нам становится известно, как правило, в обращении работников Если такие факты, так сказать, известны инспекции То о них мы, как правило, информируем налоговые органы Ну и правоохранительные органы В отдельных случаях, когда там есть к этому основания Легализация трудовых отношений Действительно, тема очень интересная У нас каждое третье обращение Это обращение о том, что я работал Но со мной трудовые отношения должным образом не были оформлены Инспекция в праве, значит, проводя проверку Устанавливает факт наличия этих отношений Если работник работает Вот появилась новая норма, право Статья 19 прим. 1 в Трудовом кодексе Которая дает возможность инспекции помочь работникам В чем? Легализоваться То есть легализовать свои отношения на работе Должным образом оформить эти отношения Но и естественно за то, что имело место нарушения В отношении работника трудового законодательства Инспекция реагирует, то бишь возбуждает административное дело И привлекает виновных лиц к административной ответственности Веда в другом Как правило, вот обращения, которые поступают в инспекции Поступают от тех работников, которые прекратили работу То есть оснований для вмешательства инспекции нет Вот такие случаи Мы разъясняем работникам в ответах, которые готовим и направляем работникам Что их права можно защитить в судебном порядке То есть нужно написать заявление в суд И в судебном порядке предъявлять претензии бывшим работодателям Судебная практика, насколько я знаю, показывает, что большинство исков, большинство заявлений работников суд удовлетворяет Буквально вот недавно тоже пришло решение суда в инспекцию Для сведения нам, так сказать, его направили О том, что трудовые отношения были признаны Значит, установлены между работником и работодателем И работник, приложив решение суда, попросил инспекцию принять меры административного воздействия к виновным лицам Тут мы вправе вмешаться Да, нарушения есть Трудовые отношения установлены судом Тем не менее, были нарушены нормы трудового права И инспекция вправе реагировать Вот в таком варианте мы помогаем Тоже работникам помогаем А как часто действующие сотрудники обращаются к вам за помощью? Ведь не секрет, что многие работодатели говорят Ну, не нравится, иди в другой монастырь со своим уставом Поняла, вопрос понятен Вы знаете, ведь факты отсутствия трудовых отношений Мы устанавливаем не только из письменных обращений граждан Но и посредством проверок, плановых проверок Или совместных проверок с фондом, пенсионным фондом, фондом социального страхования Поскольку у нас подписаны соглашения о взаимодействии с данными органами И где-то по нашей статистике более тысячи работников уже легализованы То есть с такими работниками заключены оформленные трудовые отношения Далеко даже ходить не надо В начале этого года есть такая организация МПСО Как правило, эта организация предоставляла услуги по уборке помещений По уборке территории Да, 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 115 человек Там были оформлены по гражданско-правовым договорам Это тоже, как сказать, одна из разновидностей ухода И налогов в чем-то И в ущемлении трудовых, социальных, вернее, прав и гарантий работников Так вот, 115 человек, с ними были заключены гражданско-правовые договоры Они лишались возможности на оплату пособия по временной нетрудоспособности Право на отпуск, да, оплачиваем право на отпуск Ну и ряд там других Гражданско-правовые договоры имели признаки трудовых То есть на лицо были все те признаки Типа режима труда, оплата труда, трудовая функция Вот, и в силу данных прав, статьей 19, прим. 1 МПСО, инспекция обязала предписанием оформить трудовые отношения Ну и, естественно, привлекла как административную ответственность и юридическое лицо Другой был интересный тоже факт Под 100 человек, где-то там 98 человек Бизнес-ресурс, организация, ООО «Бизнес-ресурс», частная организация Также оформила гражданско-правовые договоры, которые имели признаки трудовых Там тоже проблем не было, потому что люди, работодатель понял ситуацию Вошел в свое положение и в положение работников И трудовые договоры были оформлены Вот по возможности, где вы являем, там есть результат Но ведь, я говорю, проблема и беда в чем? Работники обращаются к нам тогда, когда они уже не работают, работодатели данного А тут уже вмешательство, как таковое наше, невозможно, только в судебном порядке Егор Николаевич, скажите, а вот как убедиться все-таки, что работодатель отчисляет средства в пенсионный фонд? У сотрудников есть такая возможность? Как проверить эту ситуацию? На самом деле достаточно просто Каждый работник у нас зарегистрирован в обязательной системе пенсионного страхования Так называемый перестанифицированный учет У него есть собственный номер инвестиционный, СНИЛС К которому он может, как обратиться в пенсионный фонд Ему полностью разъяснят, какие отчисления на его лицевой счет поступили Также он может зарегистрироваться в личном кабинете страхованного лица И получать эту информацию в любое время в режиме онлайн через интернет Если ему так удобнее Либо он может написать заявление в банки Это Сбербанк, Уралсиб, ВТБ Которые тоже предоставляют Потому что у нас заключено соглашение Не предоставляют такую информацию Своим клиентам Можно обратиться в пенсионный фонд лично Прийти туда со своим паспортом И проверить данные То есть достаточно удобно И многого различных способов Для того, чтобы эту информацию получить Даже можно написать заявление К нам о том, что у вас есть сомнения По поводу того, что работник не уплачивает В отношении вас страховые взносы Мы проведем проверку без вас И в случае, если данные не подтвердятся О том, что уплачивают страховые взносы Естественно, что мы уже будем реагировать И вас ставить в известность То есть мы достаточно оперативно в этом плане реагируем Хотелось бы еще что дополнить Да, к сожалению Или там к счастью Закон защищает права не только граждан Но и юридических лиц И естественно, что как бы такие вот Жесткое реагирование может только быть Фактически по факту обращения гражданина О нарушении его прав Но в связи с тем, что вопрос легализации Очень серьезный И поставлен нам в задачи государством Мы проводим на территории области Комиссии по легализации трудовых отношений И туда приглашаем Не обязываем явкой А приглашаем туда те работодатели По которым есть информация о том, что используется нелегальный труд И в результате беседы с ними Мы убеждаем этих людей Все-таки либо поднять заработную плату Либо легализовать трудовые отношения Вот у нас к сведению, допустим, да Что в результате нашей работы за год Более 500 работодателей подняли зарплату Своим сотрудникам в общей массе То есть в общем Где-то на 4 миллиона 700 тысяч рублей То есть люди, работодатели внушаемые Они понимают все последствия И, как правило, идут на контакт Поэтому мы реагируем Вот пенсионный фонд и комиссии по легализации Реагируют не только на письменные обращения Но и звонки горячей линии Когда действительно сотрудник боится себя озвучить И боится последствий каких-то негативных В отношении себя от работодателя Мы проводим проверку по этой организации И приглашаем ее на беседы Естественно, обязать не можем Но, по крайней мере, беседы хоть чем-то ограничены Следующий вопрос надзорному ведомству Дмитрий Владимирович, скажите, какую работу проводит прокуратура Как она может помочь людям в такой ситуации? Какую работу мы проводим? Наша действенность называется очень просто Прокурорский надзор И в рамках этого надзора В силу требований федерального закона о прокуратуре Мы систематически проводим проверки исполнения действующего законодательства В том числе, конечно, в сфере трудовых отношений Предприятия проверяем Взаимодействуем с органами государственной власти В общем, стараемся выявлять нарушения Естественно, проводим проверки и по обращениям граждан Но вот вы спрашивали уже моих коллег Часто ли обращаются действующие сотрудники В правоохранительные органы, в контрольные органы О фактах нарушения их прав, в том числе на получение заработной платы Знаете, я систематически веду прием граждан Как прокурор района И еще ни разу ко мне не пришел гражданин И не сказал такую фразу, что я сейчас работаю Вот в этой организации, мне сейчас не платят Пойдемте вместе установим факт моих нарушений Все эти обращения происходят, к сожалению К моему глубокому сожалению, постфактум Когда уже трудовые отношения фактически расторгнуты Права нарушены И приходится огромными усилиями доказывать Вот сам факт наличия трудовых отношений Понимаете, в чем дело? Вот в этой связи я хотел бы прежде всего обратиться К нашим слушателям, к потенциальным работникам Или действующим работникам Потому что в данной ситуации они Как это ни парадоксально Являются пособниками недобросовестных работодателей Помогают им таким образом и налоги не платить И в общем-то нарушать их же права Я имею ввиду, конечно, права работников Поэтому если здесь граждане не будут поддаваться на такие Ну, уговоры, может быть, при фактическом оформлении трудовых отношений Не будут вступать в трудовые отношения без их оформления Я думаю, мы совместными усилиями, вместе с общественностью Эту как-то беду сможем победить Без такой активной гражданской позиции Я думаю, будут у нас большие проблемы Ведь у нас цель и прокурорского надзора И государственного контроля Не столько привлечения к той или иной ответственности нарушителей закона А именно предотвращения этих нарушений В целях как раз соблюдения прав граждан Если мы будем действовать сообща, то результат будет положительный Все-таки на какие риски сам работодатель идет? Какой ответственность ему может грозить за то, что вот он Не оформляет трудовые отношения, либо выплачивает зарплату в конверте? Да, прежде всего, подсказывает коллега, прежде всего это административная ответственность Которая предусмотрена статьей 5.27 Кодекса об административных правонарушениях А ответственность, знаете, материальная Это штраф И, на мой взгляд, штрафы не очень большие Я вот считаю, как юрист-практик, что законодателю следует ужесточить административные преследования именно в этой части Поскольку, скажем так, те потери, которые может понести работодатель в результате уплаты этого штрафа Они несоизмеримо меньше, чем выгода, которую он получает Ну, естественно, может быть, предусмотрена Она и предусмотрена, может наступить такая административная ответственность Как дисквалификация должностного лица Это лишение права занимать, ну, как правило, руководящие должности в той или иной организации Но это бывает достаточно редко Почему? Потому что, как правило Не как правило, по закону Эта ответственность вступает в том случае, если Лицо уже ранее привлекалось к административной ответственности в виде штрафа Если работодатель уже был привлечен, он старается не допускать повторного нарушения Но, конечно, такие случаи есть В любом случае, они выявляются и такая мера принимается Скажите, а есть прецеденты, когда дело доведено до суда Уголовная ответственность Все-таки мы имеем дело с уходом от налогов По сути дела, это, ну, такой вот Ну, давайте обсудим, в какой части здесь дело вообще может дойти до суда Вот мы только что говорили о дисквалификации В данном случае эта мера применяется именно судом Только судом Только судом, исключительно И вот это административное наказание Вот та самая ситуация, когда дело дошло до суда Дело может дойти до суда, если подано исковое заявление О взыскании невыплаченной заработной платы Либо самим гражданинам, либо прокурорам в интересах гражданина Но здесь наступает уже гражданская ответственность В виде обязанности нести, скажем так, материальные лишения Но в этой ситуации работодатель выплачивает то, что он, собственно, и должен был выплатить Вот, а уголовной ответственности за подобное деяние фактически и не предусмотрено Я еще не помню ни одного случая осуждения лица за то, чтобы он не выплачивал заработную плату в полном объеме именно по серой схеме Существует ответственность по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Но это в случае невыплаты заработной платы, когда она оформлена в установленном порядке Либо частично невыплаты, а схемы здесь, как правило, не действуют Я хочу напомнить, что сегодня мы говорим о том, как бороться с фактами Когда работодатель выплачивает зарплату в конверте, то есть нелегально И с этих денег не отчисляются выплаты в пенсионный фонд Соответственно, сотрудник лишается пенсии, трудовой пенсии и налоги То есть то, на что живет государство И сейчас в администрации города открыта горячая линия, по которой вы можете обратиться Телефон вы видите на экране, по которой можно обратиться, чтобы сообщить факты о нарушении трудовых прав со стороны работодателя Также горячая линия работает в трудовой инспекции, в прокуратуре и в отделении пенсионного фонда по Самарской области И вот сейчас хотелось бы такой момент, Светлана Тимофеевна, а вот по каким признакам инспекции может обратить внимание Что вот в данной организации, ну не все чисто с легальностью выплаты зарплаты И какая все-таки сотрудники, вот в чем причина? Может быть они боятся того, что работодатель оказывает на них какое-то давление Что они вот обращаются только по постфактум, когда уже они не работают там Да, вероятнее всего работники не намерены ссориться с работодателем И имеют то, что имеют, то есть имеют нарушение и со стороны работодателя, и сами допускают нарушение Поскольку, так сказать, и от отчислений в бюджет не поступает от заработной платы самих работников То есть, понимаете, тут обоюдная вина И при наличии вот этой обоюдной вины работники, конечно, не заинтересованы Не ссориться с работодателем, не сообщать вот факты нарушения трудового законодательства Вот, это массовые факты, вот имеемые место в клининговых компаниях Вот, беспредельщики, простите меня, да, сфера услуг Особенно клининговые компании, вот по уборке территорий, по уборке помещений, по предоставлению там других услуг Сплошь и рядом, и 90% обращений именно от работников этих организаций Есть нарушения, тоже такие интересные и своеобразные Агентствами по предоставлению персонала Вот, агентства по предоставлению персонала, там других, так называемый заемный труд Сурсный труд Да, 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 да Вот, должным образом не оформляют трудовые отношения А подменяют эти отношения, как правило, гражданско-правовыми договорами Направляют работников, с которыми заключили гражданско-правовые договоры В редком случае трудовые Для работы на другие предприятия в своих интересах Предприятия перечисляют за оказанные услуги предприятия Клининговые компании денежные средства Клининговые компании не своевременно, как правило, выплачивают Расплачиваются с работниками Обманывают в расчетах, то есть оплачивают не за... По фактически за выполненную работу, а в меньшем размере То есть вот эти случаи, они массовые Вот, там, где эти случаи установлены инспекцией Соответствующие меры реагирования имеют место Ну, и иногда бывает такая ситуация, что мы документально Потому что проверки инспекция проводит документальные Документально установить факт наличия вот нарушения не удается Тогда мы рекомендуем работникам использовать свое право на самозащиту То это право предусмотрено трудовым кодексом То есть в судебном порядке работник вправе доказывать свою правоту Вот, и если будут судом также установлены факты нарушения трудового законодательства То инспекция вправе принять уже меры административного воздействия То бишь привлечь к административной ответственности виновных лиц Скажите, а вот сами сотрудники, для них какая-то ответственность в данной ситуации предусмотрена? Ведь получается, что добросовестный налогоплательщик Он на наши деньги содержится там и хозяйственные службы Уборка мусора, строительство дорог, коммунальные всякие вот эти вот Благоустройства проводятся То есть мы оплачиваем из своих налогов вот эти вот все службы А люди, которые также ходят по этому же городу Также, ну, за ними убирают мусор и все остальное, да Они просто от этого самоустраняются и все Вот все-таки как-то вот с них-то можно потребовать отчета? И как закон совершенствуется в этом направлении? Ну, с самих работников, вы имеете в виду, потребовать какую-то, так сказать, ответственность Ну, они, по-моему, уже и так наказаны тем, что с ними не заключены трудовые договоры Их ущемляет в оплате труда И ответственность наступит Она поступит, может быть, отсрочена, но она будет Когда он не получит нормальную пенсию, вот я хочу добавить Когда он не будет социально защищен И он тогда поймет, но, извините меня, поезд уже уйдет к тому времени, если так говорить Вот в настоящее время в Трудовой кодекс включена интересная глава, 53-я, прим-1 Эта глава касается частных агентств по найму персонала Вот там, где наибольшее количество нарушений Значит, вот с 1 января 2016 года Будет действовать Будет действовать эта глава Которая обязывает Частные агентства по найму персонала Во-первых, пройти должную регистрацию Федеральной службы по труду и занятости Иметь пакет документов, соответствующий для Осуществление своей деятельности Осуществлять ее, нанимать персонал только на основании трудовых договоров Контролировать работу этих, тех работников, которые направлены на оказание услуг на другие предприятия То есть там масса условностей, которые нужно соблюдать И за которые нерадивый работодатель, нерадивое агентство Может понести административную ответственность Но это будет с 1 января 2016 года Хотелось бы еще дополнить по поводу ответственности Да, в настоящий момент Работника пугаться не надо Никто из контролирующих органов Не хочет его привлечь к ответственности Не будет привлекать его к ответственности И не планирует его привлекать к ответственности В случае, если он пришел И сообщил о факте нарушения своих прав То есть тут как бы Хотелось бы успокоить работников Не будет никакой ответственности Но они должны иметь в виду Несколько вещей, их надо услышать Да, во-первых Те организации, которые не платят налоги И доходят отчисления в небюджетные фонды Они фактически нарушают право конкуренции Потому что конкурировать с такими организациями Очень тяжело Фактически там бремя, так сказать, государственных расходов Идет где-то в районе 40-50% от заработной платы работника Естественно, что с таким дисконтом Оказывать услуги и выполнять работы Достаточно комфортно И тут получается нарушение И конкуренция идет Во-вторых, правильно вы сказали НДФЛ идет в том числе в местный бюджет С которого у нас делаются дороги Оплачиваются коммунальные услуги Датируются И очень некрасиво получается Когда один работник работает И в отношении него отчисляются все эти взносы И налоги платят А другой осознанно уходит от этого Потому что это делается однозначно осознанно Неосознанно нельзя получить зарплату в конверте Вы сами прекрасно понимаете Поэтому он осознанно получается Не то, что нарушает права Но фактически он в общий карман В общий доход В общее благосостояние своего города Вклад не вносит И плюсом ко всему Это надо оговаривать НДФЛ Это налог на доходы физических лиц Можно оценить Какие сейчас недоимки Примерно по НДФЛ, по пенсионным Вот какие сейчас Конечно можно Да То есть если мы подсчитаем А посчитать можно достаточно просто Что у нас определенная категория людей Которые зарегистрированы в системе пенсионного фонда И в отношении них не уплачивают страховые взносы Мы эту и категорию граждан И вообще персонально всех этих граждан Мы знаем Если мы берем допустим 13% Доходного налога Умножаем на количество Нетрудоустроенных граждан Мы получаем Отсутствие так сказать Выпадающий доход Только в качестве НДФЛ То есть в город Это 102 миллиона рублей в год В год, прошу прощения В год В месяц Соответственно Пенсионный фонд теряет Умножаем сразу на 2 И получаем где-то в районе 200 миллионов То есть это те деньги Которые должны идти людям на пенсии Должны идти на благоустройство города Мы теряем То есть миллиард получается в год Да, да Это суммы Это суммы очень существенные Их как бы Как это Надо понимать Какие это категории У нас с вами дотационная система пенсионная И у нас миллиардами исчисляются пенсии То есть это очень большое Это как это То, что мы выплачиваем в месяц Пенсионерам Самарской области Сопоставимо с бюджетом Самарской области То есть цифры очень большие И вот эти вот проценты Которые не отчисляются Да, мы их теряем Поэтому А там получается ситуация очень простая Москва смотрит на уровень обеспеченности Соответственно Трансферты Москвой выделяются Нашей с вами губернии Городу Да, в зависимости от того Как мы сработали Хорошо, либо плохо Они смотрят Мы там 40% не добираем Да НДФЛ не добираем Зачем вам деньги Идите сами у себя собирайте То есть мы получается Сами у себя крадем Если, так сказать В масштабах Общих интересов области Да Мы сами у себя Постоянно крадем деньги Вот Вот такая ситуация Все можно посчитать И мы считаем Эти вещи Они На поверхности Так, сегодня мы говорим О серых зарплатах Как с этим бороться Когда работодатель Уплачивает зарплату В конверте Я хочу напомнить Какие риски Получаются Для сотрудника Вот Такого рода Расчетов Он рискует Не получить заработную плату В случае любого конфликта С начальником Он рискует Не получать Отпускные Расчет При увольнении Не получать В полном объеме Оплату Листка Нетрудоспособности Полностью Лишиться Социальных гарантий Связанных С сокращением Обучением Рождением ребенка И прочими ситуациями Не получить необходимый кредит В банке Не получить отказ В выдаче Виза Для выезда За границу Также он не может Естественно Воспользоваться Социальным И имущественным Налоговыми Вычетами И вопрос Такой Вот как По-вашему Вот скоро Удастся Изжить Вот эту Напасть Так скажем Хороший вопрос Скоро ли Прогнозы Такие здесь Будут ли они Точными Вот знаете На мой взгляд Наша сегодняшняя передача Это маленький шаг Как раз К победе Над этой напастью Как вы сказали Почему Светлана Тимофеевна Говорила Скажем так Обоюдной Ответственности Да О работодателе И работнике Вот когда используются Схемы заработной платы Я бы хотел еще сказать Об убоюдной Выгоде Которую получают Оба Вот этих Субъекта Но прежде всего Вопрос Я бы хотел задать Обратиться Как я уже сказал раньше Именно к работникам Нужно просто быть Социально ответственным Просто социально ответственным И понимая Что если ты вступаешь В такие незаконные Отношения Ты крадешь не только у государства Но даже саму себя Получив Чуть-чуть больше На сегодняшний день Завтра Ты потратишь Более Даже сегодня Ты уже потратишь Гораздо больше В виде Плохих дорог В виде плохого Социального обеспечения То есть это в целом В масштабах Там города Губернии Страны А дальше И сам пострадаешь Поэтому повышение уровня Социального ответственного Стороны работников Я считаю Что это прежде всего Хороший социальный ролик Вот есть в последнее время На телевидении Когда приходит женщина Устраивается на работу Ей вот предлагают Там зарплату в конверты Она отворачивается И говорит Хороший директор Без зарплаты не оставит Естественно она уходит Без пенсии Без пенсии Простите Без пенсии Без пенсии не отставит Конечно вот Если будут так поступать Подавляющее большинство Наших граждан Я думаю Вот эту беду Мы и будем сживать Ну у нас осталось Совсем немного времени И хотелось бы Чтобы вот В завершении передачи Вы обратились бы К нашим телезрителям И высказали бы Какие-то свои пожелания Ну Еще раз То есть Никакой ответственности У работника За то что он сообщит О факте нарушения Его прав Не предусмотрено Это надо понимать Это первое Во-вторых Вы можете обратиться Фактически уже в любой Государственный Муниципальный орган Даже можете это сделать Инкогнито Так скажем Не анонимно А инкогнито Не называя Фамилиями отчества Свое Мы в любом случае Организацию В отношении которой Вы это сказали Пригласим на комиссию Пригласим И постараемся С ней провести Профилактическую беседу Как правило Факты Незаконно В их трудовых отношениях Подтверждаются В этом случае И работодатель сам Добровольно Устраняет Это ненарушение Не нужно этого Не нужно этого бояться Однозначно Поэтому обращайтесь к нам Мы реагируем По любым Вашим сообщениям Не бойтесь этого Электронно На территорию Горячей линии Обращайтесь Звоните вы нам Мы Рады И будем вам Всегда помогать В этом плане Самое главное Не бойтесь Отстаивайте свои права Зветлана Тимофеевна Мое пожелание Следующее Егор Николаевич Говорил Обращаться можно И инкогнито Желательно В инспекцию Обращаться Не анонимно Потому что Проверку нельзя Будет провести Работник Имеет право Обратиться Но Попросить инспекцию Не разглашать Его персональные данные Мы проводим проверки Ответы даем Такому работнику Работодатель Не знает В отношении Какого работника Проводится проверка Инспекция И просьба Вот то что касается Легализации трудовых отношений Действительно вопрос Очень тяжелый Сложный Очень актуальный С ним Мы с удовольствием Работаем по этому вопросу Но На какой стадии Хорошо работается И имеется Главное Результат Когда работник Состоит в трудовых отношениях С работодателем Но не имеет На руках документа Также может работник Обратиться Написать Письменное Вернее Обращение Просят Определенные Вопросы Решить О заключении Трудового договора О выплате Или доплате Определенных Денежных сумм С момента Фактического Допуска Его к работе То бишь Чтобы посмотрели Что инспекция посмотрела Не ущемлялись ли Вопросы О оплате труда Если Был период Который Позволял Работнику Уйти в отпуск И отпуск ему Не предоставляли То есть вопросы можно поднять О предоставлении этого отпуска И оплате этого отпуска Но опять-таки На стадии тогда Когда работник Состоит В отношениях С работодателем То есть Выполняет Для него И в его интересах Конкретную Работу Вот С такими Обращениями Хорошо работает Легко работает И Легче найти управу На неразивых работодателей Дмитрий Владимирович Пожалуйста Слово прокуратуре О социальной ответственности Мы уже Немного поговорили Поэтому я могу только присоединиться К своим коллегам И сказать Что мы всегда ждем Лиц Права которых нарушены В прокуратуре Совместными усилиями В том числе И с контролирующими С государственными органами Мы будем проводить проверки И принимать все меры Которые предусмотрены законом Ну и в завершении передачи Давайте посмотрим ролик На эту тему А я хочу пожелать вам Знаете И отстаивайте свои права Это была программа Наша Самара Говори и слушай Я благодарю наших гостей Спасибо всем за внимание Спасибо До свидания А это что это сынок Неужели тебе зарплату Принесли в конверте Она самая Петрович Вечером гулять пойду С серой зарплатой На пенсию Не разгуляешься У тебя же в пенсионный фонд Отчислений 3 копейки Да мне до твоей пенсии Петрович Лет 30 А я сейчас жить хорошо хочу Серая зарплата Это неуверенность В завтрашнем дне Соглашаясь на деньги В конверте Вы лишаете себя Достойной пенсии И социальных гарантий Заработная плата Это не только день сегодняшний Но и залог Достойной старости Уважаемые работодатели Помните Работник получающий Серую зарплату В праве обратиться В органы прокуратуры Или инспекцию по труду Что грозит Крупными штрафами Также организации С низким уровнем Официальных зарплат Первые претенденты На проверку Правоохранительными органами Уважаемые работники С жалобой о выплате Серой заработной платы Вы можете обратиться В администрацию Городского округа Самара Отделение пенсионного фонда Или Государственную инспекцию труда В Самарской области Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok